Продолжение следует... Кто бы вам чего не желал дурного, но человек всегда удерживает этот негатив сам. Не порча прилипает к человеку, а человек ее удерживает. Это, конечно, связано с разными ситуациями, с эмоциями прежде всего. И когда человек чем дольше удерживает этот негатив, может быть через эмоции своего пропуская, тем он сильнее в нем укрепляется. Очень важно отпустить это все. Потому что когда вы отпускаете, вы тем самым словно разрываете энергетическую связь между вами и вашим врагом. И тогда этот негатив, это его пожелание, вот все это просто уйдет обратно. И очень важно, ритуалы для чего они в принципе нужны? Чтобы человек мог проще и легче это отпустить. То есть более глубоко и осознанно. И вот этот ритуал, о котором я расскажу, как раз и поможет это сделать. Что для этого нужно? Эта практика не привязана к лунной фазе. Многие мои практики, они не связаны с луной. Вечером, любого дня, сделайте так. Возьмите щепотку соли и зажмите в левой руке. В левой руке, потому что левая рука, она ближе к сердцу. И очень важно выйти на улицу, потому что нужно стоять на земле. Выйдите на улицу, зажатой ладонью солью, и подойдите к любому дереву, чтобы дерево было не сухое, а живое. Или куст подойдет. И стоя у этого дерева, раскройте ладонь и начните стряхивать с нее соль, высыпать. Чувствуя, как вы этот негатив отпускаете, эту негативную связь между вами и вашим врагом рвете. И все вот эти его пожелания, вот как в виде соли, все это падает на землю. Вот чувствуя это, понимая, осознавая это, скажите такие слова. Соль белая, во земле растворись, а злоба черная, бумерангом вернись. Кто прислал, тот обратно и взял. Истинно. И после этого нужно где-то рядом с этим деревом или кустом оставить угощение. Для природы, так скажем. Какой-то кусочек хлеба, сыра, может быть печенья. И вернувшись домой, обязательно нужно умыть лицо и руки холодной водой. И еще раз при этом тот же заговор, те же слова произнести. И после этого весь негатив, вот все, что у вас, скажем, прилепилось к вам, а точнее все, что вы удерживали, все это вы отпустите. И сам этот негатив, он просто вернется обратно к своему источнику. Вот такая вот очень полезная и простая практика. И еще друзья, если вы будете мыть голову, ну не так, как обычно вы это делаете, а чуть-чуть по-другому, то у вас пройдут все болезни головы и в 10 раз улучшится память. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.